В городе Сестраевске, где я живу, есть рядом такое местечко, называется курорт. Оно прекрасно многими вещами, но, помимо всего прочего, еще и тем, что там есть бассейн. Бассейн с минеральной водой, куда я периодически хожу, что с моими грыжами весьма полезно. И там следующая система. Вы переходите, вам дают ключик от раздевалки, вы раздеваетесь. Затем идете в душ, после душа вы ходите, кладете за ключик специальный шкафчик с такими, знаете, ячейками, где написаны номера, собственно, ящичков, где хранится у вас одежда. Представителям мужской половины человечества дается ключик, как вы думаете, с каким цветом? С синим. Представителям женской половины человечества дается ключик с красной биркой. В один прекрасный день я выхожу из бассейна и вижу, что моего ключика в этой ячейке нет. Выяснилось, что его взяла дама. Дама взяла ключик, мало того, что, как выяснилось, с другим номером, но и с другим цветом. Затем была точно такая же история, только уже в обратную сторону. Мужик какой-то взял ключик, женский, она долгое время не могла попасть в свою ценную кабинку. Можно возразить и сказать, что, ну, дальтоники. Ну, бывает на самом деле, почему бы нет? Ну, вот вам пример с другой области. Я очень часто в последнее время, чуть ли не каждый выходной, вот сейчас хочу дать себе передышку, езжу в Москву. В Москву я езжу принципиально на Сапсанах, потому что, а, я не умею спать в поездах, б, это вот такие гарантированные 4 часа спокойствия, когда можно посидеть, почитать, поработать, в общем, с пользой время провести. Сапсан – это, ну, конкретно я имею в виду поезда. Они были, как были, но они и сейчас делаются. В общем, это вещь немецкого производства. Немцы – это такой народ, у которых все очень продумано. И там есть туалеты. Под туалетами, соответственно, такая вот полосочка полукруглая. И когда эта полосочка зеленая, туалет свободен. Когда эта полосочка красная, туалет занят. Надо ли мне вам говорить о том, что дергают эту ручку в туалет, когда он занят, ну, добрая треть, наверное, населения Сапсана. Один раз я вышел из туалета, и там стоял, ну, мужик. А надо сказать, что Сапсан – это еще такая, как это, по социальному сказать, страта определенная. То есть, это определенный социальный срез. То есть, там, вот ты пройдешь даже по вагонам, увидишь, что едут люди разных креативных профессий, какие-то манагеры среднего и высшего звена, ну, и так далее. То есть, это, в принципе, те, кто, как минимум, умеет высшее образование. Ну, в массе своей, я не хочу говорить за весь поезд, это было бы странно. И вот, с одной стороны, вот это, а с другой стороны, вот это дергание ручкой. Я вот выхожу, и там мужик стоит такой в очочках, интеллигентного вида. Я говорю, вы понимаете, что здесь вот зелененькое – это свободно, а красненькое – это занятое. Он говорит, да что вы говорите? Сказал мне, ему чуть не заехало, ебогу. Ну, потому что, потому что на самом деле, это не зависит от уровня воспитания, интеллектуального развития. Я имею в виду вот такие вещи. Я сам, я сам очень часто ловлю себя на мысли, что я не очень внимательно читаю там какие-то инструкции, не очень внимательно слежу за тем, за чем я, по идее, должен внимательно следить. Вот буквально я решил снять этот выпуск, залезаю к себе на канал, и у меня последний ролик – он экскурсия по Москве. Дело в том, что когда вы, ну вот как я сейчас сижу, да, без какого-то заранее приготовленного сценария, у меня вот в выпусках ручевой, я все заранее пишу. Здесь я как бы что вижу, то пою, вам рассказываю. Априори вы где-то оговоритесь, априори вы где-то ошибетесь. И более того, ну, я как профессиональный редактор, там, дай бог, уже с больше, чем 15-летним стажем, могу вам сказать, что если вы это все делаете сам или сама, без стороннего взгляда, то вы это можете не заметить даже на моменте там монтажа, верстки и так далее. Ну, потому что глаз замылен. В этой связи, например, всегда рекомендую тексты в последний раз вычитывать с бумаги. Не с компьютера, а с бумаги, потому что, ну вот потому что. Потому что сразу вылезает очень много интересных вещей. Так вот, людям свойственно, свойственно оговариваться, людям свойственно ошибаться. Всем, без исключения. Попробуйте сесть перед камерой, что-то рассказать, если у вас не было до этого опыта, вы очень много интересного о себе увидите. И поэтому, естественно, я во время этой экскурсии там несколько раз оговаривался и ошибался. И где-то, слава богу, я это сам потом на моменте монтажа подмечал. Ну, какие тут опции. Я беру, соответственно, некий субтитр красным цветом, помещая его на кадре. Выглядит это вот так вот. Тут надо заметить, что когда я уже по роду своей профессии, а я уже почти 8 лет работаю в сфере СММ, провожу всевозможные там мастер-классы и прочее там для клиентов или для каких-то коллег, у меня просто вот был готовый мастер-класс про поведенческую модель пользователя интернета. Я всегда начинаю это все с историей о том, что если вы хотите, чтобы информация попала в мозг вашим клиентам, вы у себя на сайте поместите вот так вот поперек, или вот так вот поперек, ну как вы хотите, да, большими красными буквами эту надпись. И тогда есть шанс, есть шанс, что информация попадет в мозг. А почему есть шанс? Потому что вот, например, конкретный, например, конкретный пример. Вот видите, это то, о чем я говорю, да, заговариваюсь. Конкретный пример. Я рассказывал про Бунина и сказал, что он первым получил Нобелевскую премию. На самом деле это, конечно, не так. Бунин получил Нобелевскую премию первым именно в области литературы. На него были другие прекрасные представители России. О чем я и написал вот под кадром. И в итоге вот какой-то человек пишет мне, что на самом деле, на самом деле, Бунин был далеко не первым, кто получил Нобелевскую премию. А были до него еще. Ну, что я могу сказать? Я не знаю, что еще сделать. Может быть, как бы поставить на паузу и выйти торжественно в смокинге и заявить. Дорогие друзья, хочу сказать, что я ошибся. Бунин не был первым человеком, кто получил Нобелевскую премию от России. Он был первым человеком, кто получил Нобелевскую премию от России в области литературы. Но что-то мне подсказывает, что даже тогда найдутся люди, которым эта информация в мозг все равно не попадет. Причем я абсолютно уверен, что вот этот человек, который написал этот комментарий, он вообще ни разу не тупой. Ну, хотя бы потому, что он смотрит видео под названием «Экскурсия по Москве, Арбатская площадь и Поварская». Никто его не заставляет это делать под дулом пистолета. Я уже миллионы раз говорил, что я никого не призываю подписываться и ставить лайки и так далее. Мне кажется, это добровольное начало, и люди сами сообразят. Тем не менее, он это пишет. Это лишь капля в море. Если посмотреть реально, как народ воспринимает информацию, то становится, если честно, иногда страшно и как-то грустно. Потому что все начинается с элементарных вещей. Все начинается с синенького либо красненького цвета, с синенького либо зелененького цвета и так далее. Я обсуждал эту тему и как-то мне объясняли. Ну ты пойми, мы просто так воспитаны в стране, что этот цвет не показатель. Надо все равно подергать, чтобы достовериться. Да ну, ребята, 21 век на дворе. Ну в конце концов. Вот это абсолютно такой элементарный инфузория туфеличный уровень. А что говорить, если про какие-то более глобальные вещи. Я до сих пор просто офигеваю от опроса, который я уже, черт знает когда, сделал в Крыму. И до сих пор комментарии потрясающие. Одна половина пишет, что я, значит, проклятый укропитек, хохолый, засланный. Вот если бы я оказался сейчас в Киеве, не дай бог, конечно. Ну если бы, да. Меня бы через пять минут вычислили, что я клятый москаль. Ну потому что у меня речь вот такая абсолютно не хохлятская. Это как вот мне вчера замечательный анекдот рассказали. Девушка, а вы москвичка? Пускай это будет загадкой. Так вот. Ну а вторая половина добрая пишет, что я, естественно, там пропутинская вата, агент ФСБ и так далее. Это под одним и тем же роликом, где я просто хожу и беру интервью у людей в городе Симферополе. Я аж молчу про все остальные там какие-то комментарии, что это нифига не местные, это все понаехавшие в Симферополе. Да, это вот центральный такой городской, ой, этот пляжный город. Ну и в общем все остальное. Даже не хочу об этом говорить. И вот ты сидишь и думаешь, а каким образом тебе тогда подавать информацию? Ну то есть вот она подана максимально объективно, да, без всяких, без клеек, без монтажа. Хотя тоже пишут, что ой, это монтаж, постанова и так далее. Так вот, если мы перемещаемся отсюда теперь на следующий уровень, то мы вот и имеем вот эти все склоки, таски концептуальные между противниками и сторонниками той или иной идеи. Не важно, о чем мы говорим. Вот буквально опять-таки вчера у нас, у меня была лекция в Москве, вот сегодня она будет в Петербурге про великого князя Сергея Александровича, про великого князя Алексея Александровича я просто тупо не успел. Великий князь Сергей Александрович был прозван князем Ходынским и по ряду свидетельств он был геем. Но прямых доказательств тому нет. Есть ряд косвенных доказательств, но их столько, что и достаточно серьезные историки об этом тоже заявляют. И вот я показывал пример документального фильма, ни одного на самом деле. Я об этом делаю потом отдельный выпуск у себя в серии «Романовы без соплей». Где вот некая тетенька и некоторые другие тетеньки, они вот настолько нагло, настолько нагло подтасовывают какие-то факты, настолько нагло пытаются влить нам в уши то, чего не было или то, кем великий князь не являлся, что тебя просто берет оторопь. А когда ты видишь в этом фильме еще господина Степашина, который, как выяснилось, еще является председателем палестинского общества, дело в том, что великий князь Сергей Александрович был председателем императорского палестинского общества, то тут ты просто думаешь, ну а что. А с другой стороны у нас вот эти вот, которые не трожь святое великое имя Сталина. И опять-таки, ну вот о чем вот эти все люди отличаются, чем вот эти вот монархически долбанутые вот эти тетки, которые, как мне кажется, вот точно нашу страну погубят, и дядьки, естественно, с этими шашками, с папахами, да, вот от других, да, вот чем они отличаются друг от друга? Ну, просто окрасом. И тут ты думаешь, ну ладно, хорошо, вот есть такое разделение ватники и либералы. Ну, оно, мягко говоря, условное, и ты думаешь, ну ладно, хорошо, с ватниками все понятно, потому что я, естественно, больше ватник на самом деле. Мы все такие тупые, как бы, необразованные и так далее. Ну, вот есть либералы, то есть это те люди, которые должны демонстрировать, должны демонстрировать какой-то уровень воспитания, уровень культуры, и чтобы, ну вот на них равнялись, чтобы они вот со своим оппонентом разговаривали с достоинством. Однако, если мы залезем там в какой-нибудь, прости господи, в фейсбук или еще куда-нибудь и посмотрим, на каком языке там ведутся беседы и в каком ключе, то тебя просто берет отрубь. И тебе просто, вот особенно когда мне пишут всевозможные вещи, тебе просто хочется спросить, слушай, ну, как бы, а ты сам-то вот, ты сам-то за собой не замечаешь вот того, в чем ты пытаешься обвинить своего оппонента? Это с одной стороны. С другой стороны, ну, как бы, это, по идее, последний редут. Это такая, знаете, вот, цвет и совесть нации. И если этот цвет и совесть нации ведет себя еще порой хуже, чем вот эти, так называемые, ватники, то, извините меня, а где? А где правда? А в чем причина? А причина вот она вот там, вот она там. Зелененький и красненький цвет. Зелененький и красненький цвет. Потому что людям все равно не свойственно что-то перепроверять, людям все равно не свойственно где-то включать аналитику, которую они включать не хотят. И они думают, например, если они опять-таки из либерального лагеря, что, ну, у них есть некая такая индульгенция, да, потому что они априори против режима. Соответственно, им все позволено. Им даже не надо, как бы, заботиться о том, что вот они могут быть неправы. Вот такое, представьте себе, случается. Ну, про других персонажей я вообще молчу. И это первый момент. А второй момент, он не относится, на самом деле, к внимательности и так далее. У меня есть совершенно четкое ощущение, и я в этом абсолютно уверен, что, в принципе, на самом деле, любому, любому мужику, ему иногда надо, ему иногда надо кому-то дать в морду. Для этого существуют всевозможные, там, виды спорта, там, начиная с бокса, заканчивая, там, карате и так далее. А где есть спарринги? Вот приходишь на этот спарринг, побился, и тебе уже хорошо. Ты как-то выплеснул, и идешь такой спокойно, умиротворенно, тебе ничего не надо. Ну, понятно, что спарринги бывают разные. Мне вот, например, выбили два зуба, выбил бывший кришнаит, кстати. Реально, не вру. Вот так вот его жизнь, понимаете, прессовала, что вот он кришнаит кришнаитом, а вот такое количество злости в нем сидело, и такое желание, как бы, доказать, что он сильнее всех, что вот... Ну, такое случается, на самом деле, это издержки. Во время другого спарринга еще там, у меня одна неприятная история случилась. Ну, это неважно. Короче, это надо. Мужикам это надо, на самом деле. И вот, когда вы начинаете этим заниматься, у вас, у вас вот это проходит. У вас проходит эта агрессия, у вас проходит это желание кому-то что-то доказывать и так далее. Вы как-то более спокойно ходите по улице, ну, сейчас уже не спаррингуюсь практически, сейчас мне помогают, там, пробежки, там, еще всякие восточные комплексы и так далее. И у меня еще просто бывают такие ситуации, когда люди приходят ко мне на экскурсии, а потом, я их знаю, я их трактую как абсолютно адекватных, прекрасных, культурных, воспитанных людей, а потом они начинают друг с другом беседовать у меня, например, на странице ВКонтакте. И я вот так читаю, смотрю на них и думаю, Семен Семенович, ну, алло, ну, ты-то куда? Ну, у тебя-то все хорошо, ну, я же, как бы, тебя знаю. И это говорит о том, что просто есть определенный какой-то скопившийся внутри заряд негативной энергии, которую никаким другим образом выплеснуть невозможно. И если это помножить вот еще на первое, что я сказал, вот мы и получаем то, что мы получаем. Я понимаю, что призывы о том, чтобы быть более внимательным или чтобы вдруг вот встать с дивана и пойти, там, не знаю, на турник, это все в пользу бедных. Но, тем не менее, тем не менее, вот этот пример с туалетом, он демонстрирует нам, что нет каких-то суперумных и нет каких-то супертупых. Мы все, все в одинаковой позиции. Мы все можем ошибаться в самых элементарных вещах. Я, когда провожу свои мастер-классы, я всегда их начинаю с определенного теста. Он состоит из нескольких вопросов, и там, я не буду говорить, вдруг вы захотите пройти. И там, соответственно, это тест на внимательность. Почему я с него начинаю? Его проходит, дай бог, 20% людей. Почему я с него начинаю? Потому что я сам на него попался в свое время. Сам на него попался. Поэтому я его и показываю. Это вот то, что я хотел вам сегодня сказать, дорогие друзья. Ну, просто, извините, накипело. Спасибо за внимание. Оставлять вот там комментарии. Значит, хочу сказать, что все следующие мероприятия в Москве, они будут точно так же анонсироваться у меня в группе ВКонтакте, в марте будет очень мало. Хочу отдохнуть. В Питере, скорее всего, все по плану. Но следите. Ссылка на группу вот там. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...